Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу Тайны Вечной Книги. Как вы помните, мы были на недельной главе и поселился, и рассказывали о Йосефе и его братьях. И вот Йосеф в результате вывел их из себя. Они ему страшно завидуют. Мы говорили о наших свойствах душевных. И в результате он оказывается в яме, куда братья сажают его. И сейчас происходит следующая история. Вот-вот продадут его разбойникам, торговцам, которые привезут его в Египет. Ну вот что происходит. И когда сели они есть хлеб, то есть братья, то взглянули и увидели. Вот караван и шмейльтян приходят из Гелада, и верблюды их несут пряности, бальзам и ладан. Идут они, чтобы свести в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его и шмейльтянам, а рука наша, да не будет на нем, ибо он наш брат, наша плоть. И послушались его братья. И когда проходили люди Медьяна, купцы, они вытащили и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа за 20 серебряников и шмейльтянам, которые отвели Йосефа в Египет. То есть приходит решение не убивать его, вытащить из ямы. И в яму не сажать, потому что это равносильно смерти. Да. А продать. Но заработать на нем. Это дело не заработать. Конечно же заработать. Потому что они не могут избавиться от того свойства, которое... Человек не может избавиться от того свойства, которое внутри него. То есть он не отрежет эту двенадцатую часть. Он должен как-то его реализовать. Он может его, конечно, оккупировать внутри какой-то капсулы, как бы в себе, и временно не пользоваться. Но в итоге это не решение проблемы. Если это свойство мне призвано работать с эгоизмом, пускай оно в нем и находится. Пускай оно и будет таким. Двадцать сребрников – это десять сфер от прямого света, десять сфер от обратного света. Это то, что можно выиграть за счет использования этого свойства Юсеф. Если поместить его в эгоизм. Если поместить его в эгоизм, да, в Египет. И таким образом это и происходит. То есть это то, что эти свойства выигрывают от того, что Юсеф отрывается от них. С другой стороны, он их брат. Он все равно несет в себе зачаток всех их. Даже если он будет в Египте, и они все равно с Египтом, с этим огромным эгоизмом, будут через него связаны. Но работает пока еще это состояние в человеке отдельно. То есть именно только свойства Юсеф начинает работать с эгоизмом. Дело в том, что здесь существовало определенное в человеке противоречие. Я один со своим личным свойством Юсефа с эгоизмом работать не могу. Я практически в нем ничего не могу делать. Зачем же мне к нему идти? Юсеф мог бы спокойно идти в Египет. В свой эгоизм человек мог окунаться. А работать в нем в чем? Он не понимает и не знает как. Без всех остальных свойств этих своих братьев, которые в нем есть. Значит, что здесь произошло? Здесь произошло выяснение, каким образом, с одной стороны, для чего он хотел этих братьев? Чтобы работать с эгоизмом. И исправить свою душу. С другой стороны, эти свойства не согласны вместе с ним окунаться в эгоизм, потому что они абсолютно альтруистичны. Не желают быть в контакте с желанием эгоистическим человека. И поэтому вот эта вот драма, которая была между ними, убить, не убить, потерять его, бросить в яму, продать и так далее. Здесь происходит выяснение между ними, контакт между ними, а каким образом на самом деле человек ощущает между своими свойствами, а каким образом на самом деле я могу с ними работать и со своим эгоизмом одновременно. То есть, как я могу проникнуть в это? То есть, продав его в Египет, что происходит? Как бы этот такт внешней продажи, это человек таким образом все-таки связывает эти все 12 свойств, 11 плюс Юсеф, с эгоизмом. Они выигрывают от того, что он начинает работать в эгоизме, потому что они его продают, они его передают. И они это понимают, да? И эти свойства таким образом могут работать внутри эгоизма. То есть, человек вдруг понимает, что на самом деле, то, что он думал раньше, сразу же взять и соединить в себе эти все свойства, и начинать работать со своим эгоизмом фронтально, это невозможно. А вот при таком переходе, когда он получает от них мандат на работу с эгоизмом, они его продают. Как разведчик. А они его передают, да. Он может начинать контактировать с эгоизмом на каком-то определенном уровне, как так называемым Юсеф в Египте. И потом, когда он там осваивается и подготавливает почву, по неволе они придут к нему. То есть, по неволе он сможет взять тогда эти свои исконные свойства, так называемых своих братьев, и использовать их для исправления всего Египта, всего эгоизма. То есть, эта программа в человеке работает, да. Как я, какой мостик могу построить. Но каждый раз он не понимает, каким образом ее реализовать, и обязан вот на таких вот ошибках учиться. И снова Рувен. Рувен же пришел опять к яме, а вот нет Юсефа в яме. И разорвал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, ребенка нет, а я, куда я денусь. Взяли они одежду Юсефа, и зарезали козленка, и обмакнули одежду в кровь, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, это нашли мы. Узнай же, сына ли твоего одежда это или нет. То есть, зарезать на животном уровне, естественно, потому что он весь, пошел сейчас в свойства отдачи работать со своим собственным эгоизмом. То есть, весь его животный уровень на этом реализовался. То есть, он переходит на другой уровень. Да, и оденье его, естественно, совершенно другое. То есть, свойства отдачи. То есть, этого уровня оденья не нужно. Он обратный свет, отраженный свет. Он тоже, да. И оденье его, уже не надо ему это, и животное, его это суть эгоистическая, которое он сейчас идет в Египет исправлять на следующем уровне, на уровне человек. Уже не нужна. Не живой растительный, животный уровень. Они умирают, только остается уровень человек. С этим уровнем человек он уже работает со своим эгоизмом. Предыдущие свойства отдачи уже не работают. Они отошли. Это называется, что как бы к Якову. Уходит эта ступень. Отработала она свое, как в ракете-носителе. И далее продолжается. А Яков, конечно, он скорбит. То есть, это свойство в человеке, оно видит еще нереализованные все эти свойства. И существует еще разрыв между головой, головной частью души Авраам и Цах Яков и низшей части души Юсеф с Малхот, с Египтом, с неисправленным этим свойством. Между этим братья находятся. Да, между ними находятся братья. И вот вся эта система, она должна прийти в итоге к работе в едином организме в Египте, когда вся эта семья, все эти свойства, они не сходят в эгоизм и начинают в нем работать в сгнании. В сгнании, то есть, в подчинении эгоизму. То есть, вот это вот убийство, вот это вот одежда, это как вы сказали, как отбрасывается ступень ракеты, она стартует в эгоизм, туда уходит в эгоизм. Да, следующая ступень. Причем, каждая из них, она противоположна предыдущей. В духовном мире происходит флип-лоп такой, переворот. Тяжелый. Да, и то, что, да, потому что малхут верхнего, верхней ступени, она становится кетером в нижней ступени. И при этом она превращается, как ребенок, когда рождается, рождается вниз головой. Так и здесь. И поэтому мы и видим, что будучи как бы большим, любимым, основным, на самом деле, хотя его и не признают, здесь он становится вдруг рабом, потом из раба становится вдруг наместником фараона и так далее. Все время случаются в человеке вот эти вот перевороты. Перевороты. Дальше происходит следующая история, я ее немножко даже расскажу. Вот Иосифа свезли в Египет и купил его Патифар, придворный, он, по-моему, начальник палачей. Патифар купил его... Представляешь, именно начальник палачей. якобы, именно свойство в человеке, которое ответственно за наказание за что? За альтруистические действия. А это в эгоизме мы находимся. Да, ведь это происходит в эгоизме. Что для фараона, для этого эгоизма является самым страшным? Действие на отдачу. Они должны быть уничтожены. Намерение на отдачу. То есть, вот Патифар следит за тем, чтобы не было намерений на отдачу, да? Да, да. И вот именно именно таким образом Египет и живет. Именно он почему-то приобретает Иосифа. Да, потому что именно благодаря Иосифу он может дальше как бы возвыситься это свойство. Оно становится более чувственным, более чувствительным к действиям отдачи или получения благодаря Иосифу. То есть, определить в эгоизме следующую ступень, а что в ней для себя или что не для себя, это и эгоисту, и эльтруисту очень важно. Так, видеть вперед это для эгоистической выгоды или это для эльтруистической выгоды. Вот это Иосиф добавляет Патифару. То есть, Патифар видит, что за Иосифом большие наслаждения. Это явно, да? Конечно. Поэтому надо его... Возвышение. Возвышение. Возвышение его. Да. И вот он его приобретает, и тут даже написано так, что он видит, что успех и удача все время с Иосифом. Да. И он говорит, ну надо мне его... Потому что если ты берешь это свойство, которое из девяти первых сферот свойств Творца практически, и ты берешь его на эгоизм, эгоизм начинает работать на себя, но в нем есть свойство отдачи, то ты уже знаешь, как отдать для того, чтобы получить. Перед тобой есть огромное поле деятельности. Ты можешь, ну вот как развитие технологии, развитие торговли, насколько оно обогатило мир, насколько оно обогатило общество, которые начали это делать. Я продаю какие-то дешевые бусы индейцам какую-то бусинку за тонны золота. Понимаешь? Это то, что можно делать. Ты даешь человеку, что ему кажется ценным, на самом деле для тебя в этом никакой ценности нет, и получаешь от него настоящую ценность для себя. Поэтому Патефар, когда он получает свойства, эгоистическое свойство в человеке, когда она получает возможность работать с отдачей отдавать ради того, чтобы получить. Это не просто грабить, сколько тебе дадут и где ты сможешь, а начинать функционировать так, что у тебя получается просто жизнь полна возможностей обогатиться. до этого до этого перенаслаждался, все уже наполнялся, и вдруг ты видишь, что можешь еще поработать, отдавая 99% развития эгоистического происходит, именно когда альтруизм становится вместе с эгоизмом, внутри эгоизма работает в унисон. Это то, что произошло с человечеством 300-400 лет последних всего лишь. До этого не было. До этого не было. До этого был грабеж, были там вассалы, были подчиненные, не было этого ничего. Простой эгоизм был. только работал на получить и все, подчинить, убить, грабить и все. А когда возникла вот эта торговля, я тебе, ты мне, вот тут ты расцвел эгоизм. Сегодня мы видим крах этого потифара в нас. Это глобализация вот эта сегодняшняя, которая приходит, и этот сегодняшний кризис, это крах всей этой экономики, которая построена я тебе, ты мне. Ну, которая росла успешно до этого периода. Конечно, конечно. И никто не видел, что будет такой период, на самом деле. Как-то слепы были люди, что придет такой период. Не понимали. 20 лет, 30 лет назад за это дали Нобелевскую премию за разработку теории, что это состояние, это развитие бесконечно, что оно никогда не кончится. Ты представляешь, насколько люди были глупые экономисты, ученые, 20-30 лет назад, что они дали Нобелевскую премию группе людей, которая разработала якобы такую теорию, что это общество накопления, общество потребления, оно бесконечно. Отсюда мы можем понять, что происходит там. То есть, человек не в состоянии видеть, почему это происходит. Он начинает эту ступень, Патифар, с Юсефа. Он очень рад ему, он его с удовольствием покупает, он с помощью его становится могущественным, богатым. Он делает его начальником в своем доме. Конечно. Отвечающим за все ключи, за все двери. За все. Кроме того, что он выше. То есть, все, что делает Юсеф, для пользы Патифара. До пользы эгоизма. В нас. И в итоге это приводит его к кризису. Наш кризис, вот это и есть следующая картинка. Сейчас мы еще проследим, что дальше будет с нами. Но вообще тут есть еще такая точка, которую я как бы называю я Патифара. Я Патифар, это его жена. И вот тут происходит следующее. И всегда свойство отдачи, свойство получения в эгоизме, оно и эгоистическое, конечно, отдача ради получить. И есть свойство просто получать. Просто свойство основа. Это женское свойство. Это сердце как бы. а отдача, как бы отдать для того, чтобы получить, это мужское свойство. Поэтому мужчина выходит на добычу, что-то делает, грабит, обменивает, находит что-то, потому что у него есть это свойство на отдачу. Женщина, женская часть, она только получает. Получающая. Да. И поэтому, конечно, оно наиболее, с одной стороны, вредное внутри себя, но с другой стороны, оно менее вредное в действии. Нет возможности широко действовать. Выходить на войну, на грабеж, на убийство, на всевозможные действия. Я тебе, ты мне, отдаешь, получаешь, контакты внешние женскому свойству не свойственны. Но оно подталкивает все-таки мужское свойство. Он подталкивает мужское свойство из себя. То есть, оно на самом деле шея, которая ворочает головой, получается. Это вообще женщина, ради женщины человек с этой шеей. Руководит миром. Руководит миром. Да. Так вот, это вот сердце Патифара, вот эта женщина, вот это вот желание его получить, захотела заполучить Йосефа. Написано, что Йосеф был красив станом, видим, то есть, красивый мужчина. Не со своим мужем, а именно контакт с этим свойством. Он считается рабом, он считается как будто тем же свойством, что и Патифар. И она спокойно говорит, ложись со мной, давай с тобой. Да, потому что в контакте с таким свойством, если я буду именно с Йосефом, я желание получить, да, да, то я при этом обогащусь неимоверно. Я при этом наполню себя абсолютно всем. То есть, он круче Патифара. Да, конечно. Патифар, он предаток своей жены. А Йосеф, то есть, своего желания, намерения, только на этой ступени. А Йосеф позволяет овладеть всеми ступенями, то есть, заполучить все богатство мира, весь высший свет для этого желания, для жены. Вот она делает несколько попыток, он очень такой совестливый, он говорит, мне дали все ключи, я как бы ответственный, я не могу работать ради него, ради Патифара. Он мой хозяин. То есть, я работаю ради него, ты, это желание, я не могу тебя трогать. Только через него, то есть, он как бы буфер между нами. Да, только с его разрешением. Тогда она делает хитрую штуку, она его как бы зазывает, укладывает, он убегает, и остается одежда у нее в руках, и это доказательство, что он был с ней. Она кричит, слуги, слуги, смотрите, он был со мной, прибегает Патифар, и отправляет его в тюрьму. То есть, Патифар, на самом деле, поверил ей, несмотря на то, что он поверил этому своему сердцу, ей, своей жене, что действительно он... Это два свойства пара. Они не могут быть. Эгоизм и маленькое намерение на отдать. То есть, это все-таки я его, сердце его, он ему поверил. Человек не может иначе. Не может. Нет, потому что они идут вместе. Это Ришимо, да Итлапшут, Ришимо да Авиют, как бы, они работают совместно. Ну, и тут начинается, там потрясающая такая история, как его помещают в темницу. В темнице происходит то же самое. То же самое. Начальник темницы вдруг видит, что он очень успешлив и удачлив, Иосиф. Он делает ему, опять же, ответственным за все темницы. Темница, эхо следующая, более низкая ступень. С одной стороны, она считается темницей, более глухая, более темная. Это не Потифар, это не наместник его, это не человек, у которого все ключи. Но это следующая, более высокая ступень. То есть, она более эгоистическая. Более эгоистическая. Да, но когда Иосиф начинает ее разрабатывать, то есть, свойства Иосифа в человеке начинают работать с этим еще более низким эгоизмом, он обнаруживает в ней, в этой ступени, средство возвышения еще более высокого. То есть, в принципе, идет сейчас понижение. И действительно, он уже выходит к фараону. Идет такое, ниже, ниже его углубляет. Это всегда так. Углубляет. Чем ниже опускаешься, тем выше поднимаешься. Еще ниже опускаешься, еще выше поднимаешься. По такому, в общем-то, плану мы развиваемся. И как бы параллельно идет история, что... Сейчас, может быть, меньше мозга? Нет. Продолжим. Здесь вырезаем. И параллельно как бы идет история, что, значит, перед фараоном провинились Виночерпий и Пекарь. И их как бы туда в темницу отправляют, чтобы они встретились с Иосифом. Потому что начальник тюрьмы говорит, вот давай, занимайся ими, они высокие люди. Очень интересные свойства в человеке и главные, основополагающие. Пекарь – это от свойства бины, чистой отдачи. Пекарь давка? Пекарь давка. Да, хлеб – это свойство бины, свойство отдачи. Да, не вино, нет. Вино – это свет мудрости. Мудрости. Да. Или обращается, наоборот, в опьянение и в исторжение всей мудрости. И есть вино радующее. Да. Радующее – это, вы сказали, свет мудрости. Да. А пьянящее? Опьянящее, но наоборот, свет глупости. То есть, как бы для себя. Да. Но хлеб – он всегда основа жизни. То есть, вначале надо приобрести свойства отдачи. Это, это как бы хлеб, символ этого, уровень, как это называется? Бины. Нет, нет. Пекарь. Да. Уровень пекаря. А затем обрести свойства и получения ради отдачи, это уровень виночерпия. То есть, эти два основных свойства, кроме них ничего нет. Тут две ступени. Свойства Бины и свойства потом уже Кетер. Так вот, эти два основных свойства, они перестают в данный момент, когда Юсеф отработал свою ступень с Патифаром и оказывается в тюрьме, то есть, в еще более низком эгоизме своем, эти два свойства перестают работать. Перестают работать на фараона, да? На фараона, да. На общую душу. Потому что это одна система. Душа-то одна-одна, одна общая конструкция в человеке. И вот и получается, что они вдруг не могут работать. И кто может в таком случае дать им следующий уровень развития? Именно этот Юсеф, который находится в тюрьме. Вот и оказывается, что эти два свойства оказываются вместе с ними. Они тоже отработали свое падают в эту ступень, и тогда уже происходит подъем на следующую ступень. Подъем на следующую ступень всегда происходит в два этапа. Допустим, грубо говоря, в два этапа. Первый этап называется сном, когда это предварительная, еще не четкая реализация следующей ступени, и поэтому он разгадывает им сны, то есть, он представляет себе, каким образом в себе, со своими свойствами, желаниями, возможностями, находясь в этой долговой тюрьме или рабской тюрьме, то есть, внутри своего эгоизма, каким образом может реализовать их высоты, их свойства основные. И вот он разгадывает таким образом. То есть, что он делает в себе? Он начинает в себе осознавать, что эгоистическая реализация свойства отдавать ради отдачи, свойства пекаря, и свойства виночерпия, получать ради отдачи, эгоистическая реализация, она закончилась. Теперь, возможно, его участие в этих свойствах. И поэтому он говорит, одного из вас убьют, но это ты будешь рассказывать. Сейчас я это прочитаю, потому что осталось немного. Я прочитаю это, мы, может быть, еще немножко пройдемся. Просто это интересные сны. Да, это может быть преждевременно. И рассказал начальник виночерпиев свой сон Иосифу и сказал ему, во сне моем вот передо мной виноградная лоза, а на лозе три ветви, а она зацвела, появились почки на ней, созрели гроздья и ягоды, и чаша фараона в руке моей. И взял я ягоды, и выжал их в чашу фараона, и дал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот его толкование, три ветви, это три дня, еще через три дня, три линии. Да, которые только он, Иосиф, вообще может правильно реализовать. Вот сейчас они-то и собираются. Предыдущая ступень не могла их реализовать с виночерпием, а он сможет. еще через три дня фараон вознесет тебя и возвратит тебя на начальную должность твою, и ты будешь давать чашу фараона в руку его по прежнему порядку, когда ты был его виночерпием. Но. И вот он дальше говорит, и если будешь помнить обо мне, когда станет тебе хорошо, то сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, и выведешь меня из этого дома, ибо украден я был из страны евреев, и здесь так же я не сделал ничего, чтобы сажать меня в эту яму. То есть он рассказывает ему, и виночерпием очень доволен, что так все произойдет. Дальше следующий сон. И увидел начальник пекарей, что он хорошо истолковал, и сказал Йосифу, и мне тоже снилось, вот три корзины вельможи моего на голове моей, и в верхней корзине всякие явства фараона, приготовленные пекарем, а птицы клюют их из корзины с головы моей. И отвечал Йосиф и сказал, вот его истолкование, три корзины это три дня, еще через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, а птицы будут клевать с тебя плоть твою. То есть свой слабины, которая работала на этой ступени на получение, так было внутри фараона, оно больше не работает. То есть эта ступень отходит, как бы, да? Да. Почему это так, почему оно не работает? А потому что чистая бина больше не может работать, только лишь желание получить отдачу. Получение ради отдачи или отдача ради получения. Но эгоизм должен работать. И дальше происходит вот что. И было на третий день, день рождения фараона. Он устроил пир для всех своих рабов. Кстати говоря, это единственный раз, когда упоминается день рождения. День рождения фараона. Единственный, кто празднует день рождения, это фараон. Вот так вот. Поэтому то, что люди празднуют, это праздник эгоизма. Праздник фараона. Да. Так что надо ли его праздновать? Это вот интересно. Кстати, мало кто знает об этом. он устроил пир для всех своих рабов и считал начальника виночерпиев и начальника пекарей в среде своих рабов. И возвратил начальника виночерпиев на должность виночерпия, и он подавал чашу в руку фараона. Начальника же пекарей он повесил, как и истолковал Юсеф и не вспомнил начальника виночерпиев о Юсефе и не вспомнил начальника виночерпиев о Юсефе и забыл его. Такая концовочка вдруг. Почему он его забыл? Концовочка не в этом. Я бы сказал бы тут. А мораль такова, что если мы считаем эгоизм своей основой, то должны праздновать наш день рождения, но это в том случае, если этот эгоизм бессмертен, как считается в Египте. как считали египтяне и как человек чувствует как бы, а иначе если он заканчивается, умирает, практически чем заканчивается вся наша эта жизнь, то стоит ли нам праздновать день рождения. Поэтому кроме отъявленных эгоистов никто день рождения по-моему не справляет. То есть радоваться нечему. как сказано сидели мудрецы 70 лет и думали кто счастливей родившийся или не родившийся в данном мире и пришли к выводу, что лучше не родиться, но если ты родился достигай цели, реализуй ее. Так что фараон мог радоваться потому что он был уверен в том, что он то есть эгоистическая реализация эгоизма она бесконечна. Смотрите как мы заканчиваем главу мы заканчиваем главу на этих словах я считаю что это оптимистические слова которые сейчас сказаны несмотря что говорим о фараоне дорогие друзья мы закончили эту главу каждый из нас фараон ой-ой-ой вообще дни рождения это для меня каждая глава вот каждая вот эта встреча это праздник я думаю что и для вас тоже потому что праздник ты постигаешь что там что там в тебе на самом деле и как двигаться к правде к истине оставайтесь с нами и в следующих передачах спасибо вам до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...